Друзья, всем привет! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию знакомство с новинкой от Mackey. Конденсаторный USB микрофон EM91CU. Приступаем. Как мы считаем, исключительно полноценным обзор может быть только в том случае, когда испытуемый продукт тестируется в сравнении с себе подобными. И поэтому сегодня нашему Mac-у скучать не придется. Компанию и конкуренцию ему будут составлять ещё два микрофона с очень похожими характеристиками. Вот они. Behringer C1U и Marantz Professional MPM1000U. Давайте начнём. И первое, чего оттолкнёмся, это то, что все эти модели являются, естественно, USB-шными. Ни один из микрофонов не имеет выхода на наушники и, соответственно, мониторинга. Ни на одном нет регулятора громкости. То есть уровнем сигнала во всех случаях мы должны будем управлять в компьютере. Следующий момент. Комплектуются эти микрофоны скромно, но оптимально. Держатели и кабели у Behringer и Marantz, и целый паук и кабель у Mac. Ну что ж, можно отправить первый плюс в его копилку. Еще про комплектацию. Сейчас стало модно к подобным вещам прикладывать различное программное обеспечение, чтобы человек вместе с микрофоном приобретал в том числе и какой-то пакет программ, и сразу мог садиться за работу. Смотрим, что предлагают наши сегодняшние гости. Купив Behringer, вы станете обладателем еще и аудиоредакторов Audacity и Crystal. Не бог весь что, но тем не менее. А вот вместе с микрофонеки получите целую пачку. Это и Pro Tools First и Waveform OEM, плюс куча необходимых и приличных плагинов для них. Неплохо. Теперь, что касается Marantz. Думали они, думали и решили ничем нас с вами не грузить. Ну, наверное, посчитали, что слово Professional в названии нам должно хватить. Давайте не будем ставить минус Marantz, а дадим по плюсику за программное обеспечение Behringer и Maci. Продолжаем. Все эти микрофоны кардиоидные, имеют капсули 16 Behringer и по 14 миллиметров Maci и Marantz. Частотный диапазон у Marantz с Maci одинаковый 20-17 тысяч герц, у Behringer 40-20 тысяч. И при этом он обещает выдержать сигнал до 136 децибел. Его соседи снова в один голос, 132 децибела. Пишут они все одинаково. 48 тысяч 16. Работают под ASIO for all. Весят 450, 300 и 210 граммов. Ну и, наконец, самое интересное, это их цена. Behringer 3500, герой нашего ролика Maci 5200, Marantz Professional 7500. Думаю, что этим двум можно дать ещё по плюсу за сдержанный аппетит при ценообразовании. Marantz пока плюсов так и не досталось. В итоге, по всем имеющимся цифрам, по приложенному ПО и по комплектации, получается следующее. Maci идёт впереди, за ним стоит Behringer, и в хвосте притаился Marantz. Товарищи, ну мы же с вами понимаем, что всё вышеизложенное может ровным счётом не говорить ни о чём, пока мы не услышим работу этих микрофонов. Там, глядишь, и 7500 не жалко будет отдать без пауков и наворотов. Ну вот давайте перейдём к части экспериментальной, которая наверняка расставит все точки. Для начала я просто поговорю эти микрофоны, уровень звуковой волны постараюсь подогнать под 1. А сколько для этого понадобится накрутить громкости в компьютере? Подпишем цифрами на экране. И вторым тестом попробую что-нибудь в них спеть, для того чтобы понять и услышать, как они способны усаживаться в минус. Слушаем, друзья. На данный момент компания Maci выпускает практически весь спектр профессионального аудио оборудования, начиная от концертной аппаратуры, заканчивая студийными звукозаписывающими комплексами. Продукция Maci отмечена призами многих выставок, в том числе несколькими наградами Tech. Оборудование фирмы используется для озвучивания стадионов, а также в студиях теле и радиовещания. Микшеры и усилители Maci можно встретить на сцене, в домашних и профессиональных студиях, фиксированных инсталляциях и тому подобное. Кроме того, мониторы и контроллеры Maci признаны профессионалами студийного дела и установлены в ряде известных студий. Я прошу тебя, сумей забыть все тревоги дня. Пусть они уйдут и, может быть, ты поймёшь меня. Все, что я скажу, не знаешь ты, только ты тому вина. Понял я, что мне нужна, нужна одна лишь ты, лишь ты одна. Этот день нам вспомнится не раз, я его так ждал. Как мне хорошо с тобой сейчас, жаль, что вечер мал. Я прошу тебя, побудь со мной, ты понять меня должна. Знаешь ты, что мне нужна, нужна одна лишь ты, лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки, так же были мы близки, так же были мы близки 20 лет спустя. Ну что, друзья, думаю, достаточно для того, чтобы понимать, что к чему, почём и зачем. Чтобы вам не показалось, что мы хотим какой-то из этих товаров откровенно продвинуть по продажам, принизив достоинства другого, оставим свои выводы при себе. Но вас мы очень хотим попросить выдать своё мнение по всему, что вы услышали, рассказать, почему кто-то понравился больше или меньше. Ну и поделиться своим опытом, если у вас в арсенале уже есть подобные микрофоны. Надеемся, что наша работа вам по душе. Всем спасибо за внимание и до новых встреч! Покупайте люди Берлинджер, потому что продукция Берлинджер это самое лучшее в мире вообще, что когда-нибудь человечество видело и слышало. Да. Пускай останется. Я концовку нормально проговорю в другой какой-нибудь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова